ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как эту хрень вырубить? Кен, ты что, охренел, что ли? Ты что, до сих пор здесь? За 30 лет могла бы привыкнуть. К такому лицу трудно привыкнуть. Давай, иди уже. Куда? Я не знаю, куда-нибудь, куда ходят люди с недовольными лицами. На работу там, в САБЕС, денег занять. На работе за меня, Ромка, семейный бизнес. Былась моя мечта. Я думала, твоя мечта это город из пивных банок. Даша, не мешай. Я, может, к этому всю жизнь шел. Скорее полз. Или лучше лежал в ту сторону. Вот и не мешай мне лежать к успеху. Гена, Гена, иди уже гулять с собаками. Значит, эти успехи будешь по всему дому собирать. Иди уже. Барон, Валерий, гулять. Команда. Привет, дочь. Фух. И сколько я теперь должна тебе за... Ты же за все, что со мной связано, деньги берешь. Ну, я же в итоге не взял. То есть тебе не стыдно до сих пор, да? Ой, Света, твой папа скручивал счетчики воды на глазах у сантехника. А ты, говоришь, стыдно. Ну, что ты на пустом месте скандал устроила? Для этого мама вон проснулась. Ну, прости меня, дочь. Ладно. Пойдем есть, пока мамина еда не превратилась в угли. Гена! Гена! Пацаны зовут. Футбол играть. Меня оставьте. Бухер, ты специально своих собак отпускаешь, чтобы они у меня на участке гадили? Они сами знают, где гадить. Это собаки, они ж умные. Они яму вырыли и ходят ко мне на участке, как в лоток. Бесплатное, экологически чистое удобрение. Считай мой вклад за твой вай-фай. Барон, Валера, домой. И собаку переименуй. А то я у тебя на участке гадить начну. Он привык. Себя переименуй. Только попробуй. У меня пакетиков нет. Так закидаем. Собаки! Вперед, нагулялись. Рома, не думал, что я это скажу, но пошли завтракать. Не, спасибо. Мне в торговый центр надо. Нельзя опоздать. О-о-о, прогиб засчитан. Босс доволен, разрешает опоздать. Да я не в магазин. Мне к одной девушке надо успеть. Мама, мия, всего к одной? Ты прямо остепенился. Ну или стареет. Да. Так, у меня все готово. Не переживайте, это специально черная вермишель. Тебе побольше. Тебе. А я на диете. Если это Валера, я спущу собак. Доброе утро. Мы службы судебных приставов. А-а-а! Вы, наверное, к нашим соседям. Реально неприятные люди. Нет, мы к вам. Ну что случилось, я поводов не давал. Хотя у меня есть жена, к сожалению. Нет, Геннадий, это вы не платили по кредиту, под который заложен вот этот прекрасный красивый дом. А кредит давно просрочен. Как просрочен? Как не платил? Я лично принес кольцо менеджеру банка, чтобы он его продал и погасил долг по кредиту. Глеб Семенович, начинайте оценку имущества. Сторонечку. Если вдруг этого не хватит для погашения долга, выставим дом на торге, а вам придется съехать. Какое кольцо? С камнем. Нет, не помню. Не могли бы вы отойти, вы мне экран загораживаете? Где записи этой камеры? Это муляж. Многие хотели кинуть Генну Букина. У некоторых это даже получалось, но слышишь, ты, никто никогда не отымет у семьи Букиных дом. Понял ты? Где деньги? Это все, Геннадий виноват. Если бы он не отбил пенальти, ставка бы сработала. Там коэффициент был 2,75. Мы бы сейчас все были в шоколаде. А вы не могли бы мне еще 50 тысяч рублей отложить? Я отыграюсь. Легко. Легко. Сейчас только свою сумму верну. Что вы делаете? Там же трансляция. Тебе вредно? Я вас засужу. Все равно проиграешь. Ты не фартовый. Привет. Мне нужен какой-нибудь миленький букет. Конечно. Для кого? Для одной девушки, которую я недостаточно ценил. Знаешь, я очень уважаю мужчин, которые, несмотря ни на что, не задаются. Такие добиваются своего. Вот. Мне бы такой понравился. Надеюсь, ей тоже понравится. Верните фамильное серебро. Серебро не ржавеет. Какая фамилия, такое серебро. А мне вот интересно. А как вам спиться по ночам? Совесть не пучит? Мы ее сдаем при получении удостоверения. Как дела, стеребятники? У нас хорошо, но не для вас. Мы провели оценку имущества, и здесь не хватает. Выставляем дом на торги. А вот с этим... Почти новая. Изогнутая. Я такую снял в магазине с витрины. Нормально. Даже на 50 рублей больше. Вилочку верните. Букин, Геннадий Петрович, подпишитесь здесь. Ну что, все? Спасибо, пожалуйста. Теперь валите отсюда! Кубарем! Всего доброго. Забирай мелкого. Да что вы делаете? Нет, они забирают Валеру! Валеру-то? Валеру куда? Щенок это движимое имущество, тем более породицы. 60 тысяч минимум. Так и все остальное? Вы что думали, ваше дырево диван больше стоит? Валера, член семьи, возьмите Дашу! И не рекомендую распускать руки. А то вам к штрафу еще пару лет добавят. Бедный барон, как же он без сыночка? Отставить сопли! Букины не сдаются. Привет. Это тебе. Баба, не ошибся? Да, вроде нет. Ты... Ну ты, конечно, лох. За эти деньги можно было такого вяленого судака в рыбном взять. Я извиниться хочу. Эти цветы тебе, как девушке. Спасибо. И пахнут вкусно. Конечно, не так, как светло-нефильтрованное. Ну, ладно. Ну, что? Мир? Да, пап. Соседа забрали? Ну и чего? А нашего Валеру забрали? Уже еду. Извини, там приставы Валеру забрали. Надо ехать спасать. Вот, звери, я с тобой пойду. А работа? Ну, я завтра этот сковород решаю. Так что погнали. Палыч справится. Ромыч, Гена звонил, я в деле. Ага. А магазин ты не хочешь закрыть? Чтобы не украли что? Потому что нет ничего важнее, чем семья. Пап, ты все десять форсажей перескажешь. Короче, смутуновский. Склифосовский. Они хотели нас ломать, но мы, мы как тот веник, который когда все прутья вместе, не сломи. Даша, веник это такой прибор, которым делают чисто. Гена, чисто не там, где убираются, а там, где тебя нет. План такой, все сюда. Даня, на тебе охрана. Там два крепких мужика. Это непросто, но он знает, что делать. Пожалуйста. Рома, на тебе замки в хранилище. Да и... Так, подвинься, шестяной. Ого, круто. Ключи в детстве часы теряла. От чужих квартир. Света, на тебе пути отхода. Я не могу тебе помочь. Я детей на соревнования везу. Слушай, ты ко мне приходишь, только когда тебе что-то нужно. Мне кажется, ты меня используешь. Алло, гараж. Веди себя как мужик, и не буду тебя использовать. Вместо соревнований едем спасать собаку. Ну, а я спасаю Валеру. Подожди, а я? Что делаю я? Ну, тебе самое главное. Ты смотришь за Машей. А я? А ты за Дашей. Все, все по местам Букины своих не бросают. По поням! По коням! Так, ты куда? А мы с тобой остаемся. На задании. Посмотри, какой вариант тебе на дом клик нашел. Вот здесь мангал поставлю, а тут качели будут. Чтобы на него заработать, тебе нужно было начать работать охранником лет в 13. Ты негативно мыслишь. Смотри еще, какие дешевые варианты нашел. Блин. Слушай, надо как-то подготовить маму, что я перееду. Здорово, мужики! Шаурму вы заказывали? Нет. Блин. 5G. На стае своих глушилок. Блин, я на пять километров промазал. Ну, поздравляю, вам шавуха бесплатна. Нам не надо. Вы веганы, что ли? А выглядите как натуралы. Короче, заказ оплачен. Обратно я его не потащу. Ну что, вот и на нашей улице праздник. Задание выполнено, шеф. Операция в буре в сортире запущена. Потери есть? 600 рублей. Мы их никогда не забудем. Ты же обещал мне их вернуть. Разговорчики. Одинокий волк. Волку 10. Роман, проход очищен. Можете входить. Блин, я таки не умею. Че делать? Не то, чтоб я тебе не доверял, просто решил подстраховаться. Подстраховался, молодец. Остается подкачаться. Хватит, титьки, мяч. Вперед, 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 вперед. Так, посмотрите там. Давай, ты туда, да, туда. Давай, ворону, нюхай. Давай, братан, найди своего сыночка. На твою носу надежда. Ну, ищи, 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 ищи. Давай, ищи, ищи. О, Валерик! Валерик золотой мой! Свободу! Ох, да они гады какие! Иди ко мне, ребята! Валерий! Ребята, я нашел его! Все в порядке? Да. Ну что, валим, валим, валим отсюда, валим. Охранник. Чего, куда? Мы за вами вернемся. Держитесь, братцы. Скорее же. Давай, давай, давай. Быстрей, быстрей. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Все. Сейчас. Тихо, работает. Тихо, тихо, тихо. Ушел. Тихо, тихо, тихо. Ушел. Все открыто. Блин, и связи нет. Ну все. Замуровали волчары. И чего теперь? Че-че. Все по этапу пойдем. Главное нормальное погоняло выбрать. Вафельница. Если честно, надеть гентакси. Вариант. Вафельница. Значит так, шумим. Он открывает дверь. Я его припечатываю вафельницей. До румяной корочки. Шумим. Тихо. Гена, ты только что, чуть не убил любовь всей своей жизни. Чего тут делаешь? Что ж тут? Спасаю вас. На каблуках? Ну, я одела самые плохенькие. Из твоего магазина. А убегать ты как собираешься на каблуках? Ты не могла кроссовки надеть? Знаешь что, не надо учить, что мне носить. И вообще, я сижу целыми днями дома. У меня повод. Повод для чего? За решетку закремить? Может хватит, а? Тихо! Охранник услышит. Пойдемте уже! Тихо, давай, давай. Ну, мой. Колян, я слышу, там какой-то шум. Это у меня в животе. Я сейчас белого чуть не разнес. Да нет. Походу, кто-то на склад бытовой техники залез. Звони ментам. Что делать будем? Я сдаваться не буду. У меня завтра маникюр. Рабукины не сдаются. Переходим к плану С. Света. Одинокий волк вызывает цесарку. Олег, Олегович, а мы еще долго будем кататься? Калашников, ты на соревнованиях. До школы пять километров. Выбирай. Либо бегом, либо на автобусе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иди сюда! Рано, großer, großer! На воду! Шухер, менты, прячьтесь! Капитан Иванов, доброго дня. Ну что, у нас план перехват? Семейку со щенком и собакой не видели? Нет. Я осмотрюсь. Пожалуйста. Чипсы вредно. А мой папа полковник. Езжайте. Залежайте. Скорее. 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 Так, а теперь быстро прячься. Беги. Давай, давай, давай. Ребята, что-то вы зачастили, нам понравилось, да? Есть основания полагать, что вы ограбили наш склад. И? Отвечу на это беспочвенно. Обвинениями словами классика. Какие ваши доказательства? Больше некому. Гена Букин. Между прочим, мы целый день были дома. Да? А кто-то это может подтвердить? О, Валерий, добрый день. Здравствуйте. А вы можете подтвердить, что Букины были дома весь день? Одно слово, и вы эту семейку не увидите лет семь-десять. Сколько? Десять лет. Подтверждаю, они нам тут весь день помогали. Да, у Валеры спину защемило. И они нам помогали забор чинить. Все, получается, вопрос закрыт. Пока, ребята, доберетесь до дома, звоните. Поехали отсюда, нужный вызов. Давай, давай, по поням. Ура, мы победили! Ура, мы победили! Спасибо. Кто пишет? Да, так, спам. Спасибо. Свет! Я отвез детей. Молодец. Нет. Нет, Даша, мы не будем этого делать. Даша, мы взрослые люди. Даша, Даша... Дина, будем другого момента, может, такого и не будет. Жвезда упала! Букин! Я все равно тебя догоню! Вот, как вы просили. Вся кредитная история Букиных. Получается, теперь они должны вам? И пусть они попробуют просрочить хотя бы один платеж, тогда вы сможете забрать у них дом. Сначала я заберу у них свою дочь. Простите, пожалуйста, а можно у вас пятьдесят тысяч отдолжить? Букин! 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 Ты все равно от меня не уйдешь! Стареешь, Букин! Раньше ты мог до верхней пышмы добежать. Раньше я хитрик одной левой. Слушай, хорош уже, а! Ты же знаешь, я не отстану. Так что давай, целуй быстрее и пошли домой. Есть очень хочется. Ну! Все! Все! Все, мы пойдем! Хочешь, я в глаза взгляну в твои глаза и слова припомню все и снова повторю. Кто тебе сказал? Ну, кто тебе сказал? Кто придумал, что тебя я не люблю? Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу. Твой голос в сердце моем звучит звенья. Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу. И ты люби, ты всегда люби меня! Ты всегда люби меня! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...